В 1930 году Верочка Бутова кончила школу. Ей было 18 лет, и она была счастлива. Ранним утром, только что искупавшись, раскинув по плечам мокрые соленые волосы, она шла по берегу моря. Розовенькая, ситцевая, впервые надетая платьица дулась на свежем ветру. Спереди оно прижималось к коленям и бедрам, сзади струилось и хлопало, провожая хозяйку множеством легких аплодисментов. Над головой Верочка размахивала стареньким красным купальником. Восхитительно яркий, пока не просох, он взвивался, опадал и вспыхивал флагом. Невысокие волны одна за другой взбегали на берег. Круглились, рушились и отступали, оставляя за собой мелкий шепот исчезающей пены. В песке свежо сверкали разноцветные волной умытые камни. Море тоже было разноцветным. Вблизи отливало желтым, дальше зеленым, бутылочным, а еще дальше уже не отливало, а стояло сплошным монолитом пламенной синевы. Вдалеке, на невидимой нити между небом и морем, белой жемчужинкой завис небольшой пароход, идущий и неподвижный. Светлая точка настоящего между прошлым и будущим. Белые чайки с черноокаймленными, будто в тушь обмакнутыми крыльями, носились над морем, время от времени молниеносно снижаясь и припадая к воде. В их клювах угадывалась цепко схваченная серебряная добыча. Вольная жадность чаек, их ширококрылая свобода, была заразительна. Верочка шла широкими шагами по скрипящему, шевелящемуся живому песку, размахивала флагом, и ей хотелось всего. От полноты души она пела немаленьким своим, но не совсем верным голосом, старый романс, запетый целыми поколениями русских девушек, начавший жизнь в гостиных и закончивший в кухнях и прачечных. Романс о белой чайке и загубленной женской судьбе. Вот вспыхнуло утро, румянятся воды, над озером быстрая чайка летит. Впереди, за мысом, четко врезанным в глубизну, уходила вдаль узкая полоска пляжа, бедная песком, утесненная корявыми скалами. Берег в этот ранний час был пустынен, и только далеко вдали шла, перебирая ногами, то ли сюда, то ли отсюда, одинокая фигура человека в темном. Глава вторая. Верочкино детство было бедное, трудовое, но светлое, солнечное, все в му...